Ассаляму алейкум! Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы знаете, мы с вами прошли арабский алфавит. Мы с вами прошли все 28 букв арабского алфавита. И сейчас я бы хотел развивать у вас навыки письма. Причем такое очень интересное упражнение, я буду проводить, несколько таких уроков будет. Эти упражнения помогут вам развивать ваши слуховые навыки и навыки письма. То есть ваша задача сейчас в чем будет заключаться? Я приготовил для вас 5 слов. Каждое слово я по 3 раза буду читать медленно, делать паузы. Вы в этот момент запишите, пожалуйста, напишите эти слова себе в тетрадь. После того, как я озвучу, прочитаю все эти 5 слов, я тут же, тут же напишу свой вариант этих слов, естественно, арабскими буквами. Таким образом вы будете сверять, правильно ли вы расслышали меня раз. Второе, правильно ли вы написали эти слова. Уверяю вас, дорогие друзья, что это очень полезное упражнение. То есть вы тем самым научитесь писать на слух. И вы будете развивать свой слух, иншаллах. Итак, начнем. Итак, начнем. Первое слово. Внимательно, пожалуйста, слушаем. Ту ан ин ху. Это было первое слово. Читаю второй раз первое слово. Ту ан ин ху. И еще раз читаю первое слово. Третий раз читаю первое слово. Ту ан ин ху. Ху в конце. Ту ан ин ху. Вот так. Так, надеюсь, что вы это запомнили. Так, теперь второе слово. Ту скиль на хум. Второй раз читаю. Ту скиль на хум. Третий раз читаю. Ту скиль на хум. Надеюсь, написали. Вы можете как сделать? Вы можете пока на слух то, что восприняли русскими буквами, быстренько написать. А потом, перед тем, как я прочитаю все эти слова, вы можете на паузу нажать, например, написать арабскими буквами, потом обратно включить, чтобы сверить ваш вариант с моим вариантом. Вы можете так делать. Делайте так, как вам, чтобы было удобно, в общем, дорогие друзья. Так, третье слово. Третье слово. Ав бапу на ка. Ав бапу на ка. И еще раз читаю. Ав бапу на ка. Это третье слово было. Так, четвертое слово. Четвертое слово. Внимательно слушаем. Тастахмимна. Еще раз читаю. Тастахмимна. И еще раз. Тастахмимна. Это четвертое слово было. И последнее слово. Хесриму. Еще раз. Хесриму. Надеюсь, что вы написали. Я надеюсь, что вы написали правильно. Так, теперь сам сейчас напишу эти слова. Первое слово у нас. Я сказал. Ту-Ан-Ин-Ху. Ту-Ан-Ин-Ху. Вот так получается. Ту-Ан-Ин-Ху. 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 Все буквы соединяются друг с другом. Ни одна буква ниже линии не опускается. Здесь буква Айн. Здесь буква Айн. Здесь буква Ха. Она мягкая. На выдохе произносится. Ту-Ан-Ин-Ху. Вот. Надеюсь, что вы правильно написали это слово. Так, теперь второе слово. Второе слово я сказал. Ту-С-КИЛ-НА-ХУМ. Ту-С-СА-МИР-ЗУБНОЕ. Ту-С-КИЛ-НА-ХУМ. 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 Все буквы соединяются друг с другом. Ниже линии опускается. Вот нижняя часть буква Ха. И хвостовая часть буква Мим. Ту-С-СА-МИР-ЗУБНОЕ. Ту-С-КИЛ-НА-ХУМ. Ха, она мягкая на выдохе произносится. Ту-С-КИЛ-НА-ХУМ. Ту-С-КИЛ-НА-ХУМ. Надеюсь, что вы это слово тоже правильно написали. Так, теперь третье слово. Третье слово я сказал АЛ-АЛ-БАТ-У-НА-КА. Здесь буква ЛО твердая и ТО твердая. АЛ-БАТ-У-НА-КА. 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 Здесь буква ЛО не соединяется с буквой ЛО, потому что буква ЛО, она односторонняя у нас. И несмотря на то, что буква ЛО не в начале слова, пишем начальную форму, то есть без хвостика пишем. Теперь АЛ-АЛ-БУКВА ЛО, она твердая. АЛ-БАТ-У. Буква ТО тоже твердая. АЛ-БАТ-У. АЛ-БАТ-У-НА-КА. Буква КАФ, она мягкая. АЛ-БАТ-У-НА-КА. АЛ-БАТ-У-НА-КА. Так, надеюсь, что вы правильно написали это слово. Нежелинии ни одна буква не опускается. Так, теперь четвертое слово. Четвертое слово было ТАСТАХМИМНА, ТАСТАХХА, ГАРТАННАЯ, НЕХРИПЛАЯ. И БУКВА СИН, она мягкая. Так, ТАСТАХМИМНА. Сразу хочу сказать, что все буквы соединяются друг с другом. Ниже линии опускается только буква НУН. ТАСТАХМИМНА. 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 Так, надеюсь, что вы правильно написали это слово. И пятое слово, последнее. Пятое слово, ХИСРИМУ было. ХИСРИМУ. 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 ХА, она гортанная, НЕХРИПЛАЯ. Если бы ХРИПЛАЯ была, я бы сказал ХИ. А тут ХИ. И БУКВА СОД, она твердая. Если бы здесь была мягкая буква СИН, я бы сказал ХИСРИМУ. ХИС. А тут говорю ХИСРИМУ. Почему важно, чтобы вы смотрели на мое лицо, особенно на мои губы? Потому что вот ХИСРИМУ, по расположению моих губ, вы можете определить, что это буква СОД. Если бы СИН была, я бы сказал, если бы здесь была буква СИН, я бы сказал ХИСРИМУ. ХИС. Губы назад идут. ХИС. А тут ХИС. Наоборот, вперед идут. Вперед идут губы. ХИСРИМУ. ХИСРИМУ. Вот. Надеюсь, что вы справились, как всегда, на отлично, дорогие друзья. Но вдруг, если у вас где-то была ошибка, одна или несколько ошибок, то исправьте, пожалуйста, свои ошибки. Дорогие друзья, так как это новый формат урока, новый формат задания, я буду это назвать учимся писать на слух. Учимся писать на слух. Это был первый урок. Мне очень важен обратный, обратная связь, мне нужна обратная связь с вашей стороны. То есть, дорогие друзья, большая просьба. Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии под этим уроком, под этим видео. Напишите, пожалуйста, свои отзывы. Как вам вот такого формата урок? Полезен ли он вам и помогает ли вот такой вид урока вам? Спасибо всем заранее за все ваши комментарии и отзывы. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал. Ставьте лайки. Всем желаю доброго здоровья. До новых встреч. С-Саламу алейкум. С-Саламу алейкум.